Саламастар Макрумед Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечники. Я сегодня выхожу с новой инициативой, которая позволит нам объединить наш народ, создать большую организованную массу для того, чтобы мы добились главной нашей политической цели и задачи смены политического режима Нурсултана Назарбаева. Мы все знаем, что этот режим придумывает разные ухищрения, чтобы народ не мог собраться. Уже на подступах к месту организации митинга полиция бандитскими приемами нападает на небольшие группы людей, задерживает на перекрестках. Просто люди идут по тротуару, на них неожиданно нападает полиция, скручивает, забрасывает в автозак, держит несколько часов в полиции, затем отпускает. То есть это на самом деле по существующему законодательству можно прямо квалифицировать как похищение граждан, нанесение телесных повреждений, нанесение материального ущерба, оскорбление чести и достоинства. Там существует огромное количество норм нашего закона, которые нарушаются правоохранительными органами страны. Это еще раз говорит о том, что действующий режим попирает все законы страны. Это коррупционно-мафиозный режим, который законы не исполняет и не собирается исполнять. И нет механизмов, чтобы эти законы были исполнены действующими рычагами, а именно судебной системой или любыми другими способами, как жалобу, например, Генеральную прокуратуру, у которой есть обязательство следить за исполнением законностей в нашей стране. Единственный инструмент, который заставит и принудит эту власть отступать, в конце концов уйти в отставку, это массовые митинги. Ко мне обращается много наших сторонников, которые видят механизм подавления при организации тех или иных митингов со стороны силовых структур и говорят, что нам нужно разработать новую тактику. Новую тактику для того, чтобы действительно мы могли объединиться, собраться. Многие говорят так, я готов выйти, если на улицу выйдут тысячи. То есть он должен из окна сидеть и увидеть, что тысячи человек вышли, тогда он присоединится. А если не выйдут тысячи, то он не присоединится. И так думают многие. Но так не бывает. Некоторые говорят, что одновременно должны выйти тысячи человек. Ну как одновременно, это как нужно мыслям, десяткам тысяч людей сообщить, что давайте выходим, и они выходят. Или одновременно в одну минуту нужно позвонить 10 тысяч человек, чтобы они вышли на улицы. То есть разные мысли бродят у людей, но цель одна, чтобы объединить людей и вывести. Или говорят, что давайте вот за час неожиданно объявите. По этому поводу я говорю, что у полиции есть машины, вертолеты, разные участки, разбросанные по городу. Хотя их количество небольшое. В таком городе, как Алматы, они больше трех тысяч человек не смогут собрать. В областных центрах, как Шенкент, например, тысяч человек, в Ахтау 700 человек. Вот, собственно, и все. Но, тем не менее, наши граждане считают, что на каждого жителя приходится два полицейских. И, ну, если в Алмате два миллиона жителей, ну как может быть, например, четыре миллиона полицейских? Я вам просто говорю, реалии полицейских в самом крупном мегаполисе страны, как Алматы или столице Астана, не более трех тысяч. Это нужно мобилизовать все. И численность полицейских небольшая. Тем не менее, даже с существующими силами режим блокирует места проведения митинга. И мы должны найти механизм так, чтобы мы преодолели эту преграду. И протесты в Америке, в Англии, в других странах мира показывают, что когда собирается многотысячная масса, полиция просто поглощается этой массой или оттесняется. Все это без применения каких-либо средств, сил и все прочее, мирно, спокойно. И мы понимаем, что единственный способ решения этой задачи – набрать массу. Но с учетом того, что существует настроение, что я выйду, если выйдут тысячи, а тысячи не выходят, ожидая новых тысяч и так далее, выходят только десятки и сотни, Мы сегодня хотим озвучить новые идеи, которые позволят придать уверенность всем тем, кто готов выйти, но все еще переживает, опасается, не видит других сторонников в необходимом количестве. И методика заключается в следующем. Мы предлагаем инициативу, которая будет выглядеть таким образом. В каждом городе есть массовые места, где в субботу, воскресенье, в праздничные дни гуляет тысячи людей. И власть не может эти места запретить, ограничить, оградить. Не может, потому что они являются публичными местами именно для публичных прогулок, мест отдыха и так далее. Я на примере Алматы хотел бы рассказать, в чем замысел. Итак, места проведения митингов у нас обычно на Старой площади в Алматы. Это по проспекту по улице Тулеби и пересекающей улице это Аблайхана, Панфилова. Вот две основные улицы, которые находятся рядом с этим местом. И интересно, что там есть парки, прогулочные зоны, пешеходные улицы, как по улице Панфилова. Вертикальная улица сверху вниз, если говорить об Алмате. И горизонтальная улица это поспект Жибекжолы, как у нас называют его в Алматы Арбат. Итак, это очень длинная улица по Жибекжолы, является местом отдыха горожан. По проспекту Панфилова там выложено все брусчаткой. Люди там отдыхают, гуляют, разные магазины, киоски, играют музыканты. Это места, где постоянно находятся тысячи людей ежедневно, ежесуточно. В чем замысел? Мы предлагаем, уважаемые друзья, каждую субботу, именно каждую субботу, с 19 часов до 22 часов, организовать массовые прогулки. Время не фиксируется именно ровно в 8, ровно в 7, ровно в 9. С учетом того, что в Алматы живет 2 миллиона горожан, а рядом вокруг Алматы еще столько же, вы понимаете, что эти прогулочные места постоянно являются местом проведения отдыха сотен тысяч горожан. Теперь мы хотим эти места привлечь, сделать сильнее, интереснее, чтобы мы там понимали, что здесь ходят наши сторонники. Вы помните, пару лет назад и позже мы объявили о акции с синими шарами, потом с синей одеждой. Помните, как до абсурда доходило, когда полицейские подбегали к детям, у которых была связка шаров, красные, белые, синие, желтые. И полицейский подбегал и старался вырвать именно синий шар, вызывая гнев родителей, гнев наших граждан, вызывая недоумение со всего мира и вызывая гомерический хохот. То есть наши полицейские и наша власть, которая давала эти приказы гоняться за синими шарами, вызывала дикий хохот и гнев. Когда граждане смеются над властью, этой власти конец. И нам нужно не бояться этой власти, нам нужно смеяться и осмелить ее. Вы помните, когда в прошлом году власть бегала за горожанами, которые ходили в синих футболках или в синих джинсах, тоже воспринимая, что это синий цвет ДВК, и пытали задержать людей, чем вызывали просто неописуемую ярость и раздражение этой власти. То есть это еще раз подчеркивало, что эта власть безумная, а безумная власть совершает безумные поступки. Именно поэтому вы понимаете, что безумная власть не может управлять страной, она не может проводить экономические реформы, политические реформы. Безумцы не должны управлять нашей страной. И кучка безумцев не может управлять 18,5 миллионов граждан. И кучка безумцев никогда не может привести к успеху нашу страну. Поэтому мы предлагаем следующую акцию, которая позволит нам беспрепятственно объединяться, беспрепятственно находить сторонников, контактировать, налаживать контакты. И суть и место для этих акций это Жбек-Жилы, например, в Алматы и по улице Панфилова пешеходные дороги. Вот представьте себе, что в субботу с 19 до 22 часов начинают со всей Алматы стекаться люди. Они там не выходят с плакатами политическими, шалки, они не выходят с политическими плакатами, нет репрессии. Они не выходят ни с какими политическими плакатами, а просто гуляют. Притом я говорю этот замысел открыто. Когда мне говорят, вы заранее озвучиваете места проведения митингов и режим начинает заранее готовиться, я по этому поводу говорю следующее. Режим всегда будет быстрее нас реагировать, всегда, но их мало. В одной Алмате максимум 3 тысячи полицейских, а нас миллионы. И поэтому мы просто возьмем их массой. Невозможно тысяч людей по секрету вводить на митинги. Невозможно. Ни через 5 минут, ни за полчаса, ни за час, никогда. Поэтому наша сила заключается в массовости. Вот представьте себе, что с 19 до 22 часов сторонники, те, кто считает, что этот режим изжил из себя, все те, кто хочет перемен, все те, кто готовы к решительным действиям, но опасаются, потому что они не уверены, что на эти акции протеста выйдут тысячи и десятки тысяч, они приходят просто на прогулку со своей семьей, местам, традиционно местам отдыха на Жбек-Жолы и Панфилова. И вот с 19 до 22 часов тысячи людей двигаются, улыбаются, ходят с шарами, ходят в синей одежде, они поют песни, читают стихи, они рисуют. Мы заполним этот проспект и эту улицу тысячами алматинцев, тысячами наших сторонников. Это будет как подготовительная акция. Мы будем знать, что каждую субботу на эти проспекты и на эти улицы, местах отдыха, горожан, собираются именно те, кто хочет перемен. Да, конечно, там будут люди, которые просто отдыхают, просто гуляют. Мы не претендуем на то, чтобы все эти люди хотели бы перемен. Безусловно, какая-то часть из них, небольшая, буквально там 5-10%, или поддерживают режим, или пассивный, или боятся, или чего-то еще. Мы ориентируемся именно на то, что в процессе какого-то времени, по нашему призыву, эти улицы будут заполнены, и наши сторонники могут быть уверены, что завтра, когда мы призовем выйти на митинг, именно эти люди выйдут на массовые акции протеста. Именно эти люди. Я сейчас эти планы открыто говорю, потому что Живек, Жолы и Панфилова, эти улицы, они прогулочные, во-первых. Во-вторых, там невозможно какие-то ограничения сделать, потому что традиционно места отдыха. И в-третьих, именно с этих улиц легко мобилизовать десятки тысяч людей к месту проведения митинга. Это будет или Старая площадь, или это будет, например, какая-то другая улица, место. В Алма-Ате в центральной части немало мест, но самое главное, что именно с проспекта Живек-Жолы, с улицы Панфилова, очень легко передвинуть эти силы в любую точку, недалеко, там, где мы будем организовывать митинг. Это вот наша задача. И там вы, конечно, безусловно, по каким-то признакам можете знакомиться, можете просто установить контакт. И я знаю, что многие не могут создать специальные ячейки, ячейки именно ДВК, ячейки, состоящие из единомышленников численностью 3-5 человек, которые входят особо доверенные лица. Некоторые жалуются, говорят, что я один или нас двое, а условия существования ячейок 3-5 человек, чтобы эти люди доверяли только друг другу и могли организованно прийти на митинг и организованно защищаться от произвола со стороны полиции. Но представьте себе, что вот ячейка из 5 человек идет, и как известно, что для того, чтобы 5 человек задержать, минимум 4-кратный перевес должен быть. То есть для того, чтобы 5 человек задержать, их должны окружить минимум 20 полицейских. Чтобы задержать 200 человек, нужно 400 полицейских. Но вы понимаете, что это нереально, когда на улице выйдут тысячи. Такого количества полицейских нет ни в Алматы, ни в нашей стране. Их количество очень ограничено. Тысячи, максимум полторы тысячи в крупном областном центре. И вот что получится. Получится так, что каждую субботу с 19 до 22 мы в результате вот так какого рода процесса через какое-то время будем знать, что количество увеличивается и увеличивается. Вы можете уже, если вы регулярно появляетесь в этом промежутке, гуляете своей семьей, вы видите, что сторонников оказывается не 10-20, не 100-200, а тысячи. Улицы будут заполнены нашими сторонниками. И вы знаете, что на них можно положиться. Вы можете быть уверен, что какая-то из них часть, пусть даже 10%, завтра придет на митинги. И таким образом, мы сумеем объединить наших сторонников. Места, которые мы объявим по всей стране, я в качестве показательного примера взял Алматы, должны быть именно прогулочными. Там, где в обычные дни, воскресные, субботние дни, беспрепятственно прогуливаются горожане тысячи. Не только горожане, есть в каждом населенном пункте, где есть места отдыха, прогулочные зоны. Это могут быть и набережные, как, например, в Ахтау. Мы все эти места сейчас проговорим с гражданскими активистами. И начиная с завтрашнего дня, как минимум, начнем публиковать. Часть мы, видимо, уже опубликуем сегодня. Поэтому, уважаемые друзья, в субботу в 19 часов до 22 часов по всем городам и населенным пунктам нашей страны будут объявлены места. Места ни в коем случае нельзя менять. Мы их сейчас примем, объявим, плакаты выставим. И у граждан должна появиться привычка, что с 19 часов до 22 часов тысячи людей прогуливаются. И там среди них, безусловно, есть наши сторонники. И таким образом, мы создадим гигантскую массу по всем городам страны и сумеем в определенный день, когда мы объявим день митинга, вывести одновременно по всем городам страны тысячи и тысячи протестующих. Мы парализуем полицию в тех или иных городах. Назарбаев не сможет перебрасывать полицию из одного города в другой. Как правило, он перебрасывает полицию в Астану и Алматы, пытаясь усилить эти два города. Мы таким образом создадим ситуацию, когда в каждом городе они будут вынуждены все эти полицейские силы держать. И такими действиями просто измотаем. Измотаем комитет национальной безопасности. Силы Министерства внутренних дел. Мы знаем, что сотрудники правоохранительных органов получают мизерную зарплату, какую часть добирают разными коррупционными схемами. Уважаемые друзья, мы просто их измучаем. Мы заставим их работать круглосуточно. Они будут готовиться. Все время ожидать, что мы вот прям немедленно выведем тысячи людей на те или иные места, потому что в этой массе, прогулочной массе будут находиться наши активисты, руководители ячеек, лидеры нашего политического движения. И именно они будут составлять ядро протеста. Вы говорите о лидерах. И именно руководители этих ячеек будут лидерами протеста. Очень часто мне говорят, что мы без лидеров не можем. Нужно, чтобы за этими людьми пошли остальные. Но давайте задумывайся, что такое лидер. Лидер это человек, который имеет авторитет в обществе, который завоевал влияние, который является, безусловно, человеком-оратором, которому общество доверяет. Но вы можете сказать, что этот режим позволит такому человеку проявиться? Вы вспомните, даже блогер Азамат Байкенов в Северном Казахстане просто за анализ текущей ситуации, за анализ, который он размещал в Ютубе, был задержан. И его осудили на срок ограничения свободы на год. И каким образом эти лидеры могут появиться, чтобы вы этим и лидерам верили, пошли за ними тысячами. Но вы же понимаете, что любой такой лидер будет немедленно задержан в каждом городе, в любом месте. То есть власть любых лидеров, которые имеют такой вес, задерживает и не дает реализовать свое конституционное право. Поэтому мы таких лидеров интегрировали в ячейки. руководители ячеек, которые по 3-5 человек, известные публичные лица, они безусловно присутствуют в наших рядах по всем регионам страны. По всем. И они безусловно будут прогуливаться в этих местах. И в час икс мы просто назовем дату и вот эта масса людей, которая привыкла прогуливаться. Она мгновенно может переместиться в те места, где мы будем проводить митинг. И вы понимаете, что когда протестующих будет тысячи и тысячи, маленькая горская полицейских, она просто будет сметена. Вот такой простой замысел. Будут еще разные идеи, но вот эта акция каждую субботу с 19 до 22 часов по всем городам страны, при этом в промежутке между 19 и 22 часами вы можете прогуливаться со своей семьей с разной атрибутикой. С флажками, с шариками, с футболками, где вы говорите, ну, допустим, выражает свое отношение к образованию. Вы говорите, я получаю миллион тенге или я получаю 50 тысяч тенге. Наша задача эту власть просто осмеять. Осмеять. Мы это сделаем весело, динамично. Мы этот протест превратим именно в такой веселый протест, чтобы у людей был оптимизм, чтобы эта власть знала, что они не задушат, не задушат 18,5 миллионов человек. Они ничего не смогут сделать, потому что мы добьемся этой свободы, потому что кучка из буквально нескольких сот человек по главе с Назарбаевым, они никогда не победят 18,5 миллион народ Казахстана. Поэтому, уважаемые друзья, я призываю участвовать в этой акции. Это называется акция прогулка единомышленников. Каждую субботу с 19 часов до 22 по всем городам страны. Алга, Казахстан.